МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь и мое мнение полностью изменилось. Колоссально изменилось. Потому что это реально прекрасный город. Реальный атом в Десногорске. У вас при себе есть денежные средства? Есть. Есть где? Внутренний карман. Верхний, да? И внутренний карман. Задержан продавец оружия. А теперь об этих и других событиях подробнее. 28 июня депутаты Десногорского городского совета провели сначала слушание, а затем 28-ю очередную сессию. На повестку вынесли семь вопросов. Какие решения приняты, вы узнаете из нашего сюжета. Депутаты утвердили план работы Десногорского городского совета на второе полугодие 2016 года. Внесли изменения в положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в нашем городе. Теперь назначение публичных слушаний будет оформляться соответствующим правовым актам городского совета либо главы муниципального образования. Этот правовой акт должен содержать проект акта, выносимого на публичные слушания, дату, место и время проведения публичных слушаний, а также состав комиссий по их проведению. И еще одно новшество. Если приложение к данному правовому акту содержит схемы, чертежи, графики, карты, опубликование которых не представляется возможным типографским способом в газетном формате, то оно размещается на сайте администрации муниципального образования города Десногорск для обнародования. Также внесли изменения в правила землепользования и застройки Десногорска. Своё же решение от 22 декабря 2015 года номер 166 в план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Десногорска на 2016 год. Со всеми решениями вы можете ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Десногорск. В областном центре отметили День партизан и подпольщиков. Эта новая дата в календаре воинских праздников имеет особое значение для Смоленщины. На территории области в годы Великой Отечественной войны вели работу 40 партизанских отрядов, насчитывавших более 2000 бойцов. Партизанское движение внесло неоценимый вклад в освобождение от фашистской оккупации. Бывшего руководителя Смоленской полиции Михаила Скокова за значительный вклад в укрепление церковно-государственных отношений наградили орденом святого благоверного великого князя Дмитрия Донского третьей степени. Награду ему вручил митрополит Смоленский Ирославский Исидор в присутствии губернатора Алексея Островского. Напомним, Михаил Скоков возглавлял управление МВД России по Смоленской области с 2012 по 2016 годы. Сейчас он министр внутренних дел по республике Северная Осетия Алания. В Большой Кремлёвский дворец на приём к президенту Владимиру Путину были приглашены 700 офицеров. Это выпускники, преподаватели и руководители военных учебных заведений страны. Побывали там и 22 представителя из Смоленской военной академии войсковой ПВО, которые закончили вуз с отличием и золотой медалью. В Цессонии Трино состоялся живой отборочный тур по видеоблогингу среди молодёжи Десногорска. Этап провёл знаменитый блогер, кумир молодёжи и продюсер реалити-шоу «Реальный атом» Дмитрий Масленников. Подробности далее. «Реальный атом» – новое реалити-шоу, проводимое при поддержке госкорпорации «Росатом», цель которого – показать всей России, насколько развиты города атомной энергетики. Блогинг – это прекрасное, невероятное течение в жизни, которое существует в настоящий момент, связанное с созданием видеоконтента. Причём видеоконтент создают обычные люди, не профессиональные каналы, например, не профессиональные съёмочные группы, а обычные люди, которые берут камеры и снимают всё, что им действительно интересно». Жители Десногорска активно приняли участие в этом проекте и сняли видеоролики про город или видеовизитку о себе. «Мне кажется, это очень классно и смешно. Я сам занимаюсь видеоблогингом, и мне это нравится. Я хочу поинтересоваться этим и купить себе новую камеру и новый штатив, например, и зеркалку». Дмитрий Масленников вместе с десногорцами просмотрел все представленные работы, ответил на вопросы и в конце встречи назвал победителей отборочного этапа конкурса. На всероссийском этапе наш город будут представлять Ольга Злочевская, Юлия Леонова и Яна Денисенко. «Мы рассказали о мифах и легендах Десногорска, которые ходят про наш город. Некоторые развеяли, некоторые подтвердили. А некоторые умолчали. А некоторые умолчали. Например, о чём? Умолчали? Где ледовый дворец? Умолчали. О чём рассказали тогда? О том, что на самом деле не вылавливали у нас никаких кракозябр непонятных. Нет, у нас это головы доходили. Мы не светимся. Возможность лично пообщаться с кумиром, принять участие в мастер-классе, взять автограф и сделать фотографию на память подняло настроение участникам, не прошедшим в следующий этап. Десногорцы болеем за наших девушек и желаем им терпения, сил и удачи. И покажем другим городам, где раки зимуют. Верно? Верно. С 18 по 26 июня поисковым отрядом за родину была проведена экспедиция в районе урочища Хутор Петровский Рословского района, где в октябре 1941 года шли большие бои. В ходе работ поисковиками найдены и подняты останки восьми бойцов РКК. Обнаружены два солдатских медальона. Прочитать удалось только один. А сейчас криминальные новости. В Смоленске вновь обнаружены фальшивые купюры. За сутки в Государственном расчётном центре Смоленска выявили четыре поддельных, однотысячных купюры и одну пятитысячную. В Смоленской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия. При проведении оперативных мероприятий по предупреждению незаконного оборота оружием полицейские установили, что 31-летний житель Смоленска, ранее неоднократно судимый, хранит дома незарегистрированный пистолет-пулемёт иностранного производства. Также выяснилось, что он намерен его сбыть. Торговца задержали во время осуществления сделки. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Смоленской области с поличным задержали подозреваемого в момент совершения сделки. У задержанного, 31-летнего жителя города Смоленска, были изъяты незарегистрированный пистолет-пулемёт с признаками самостоятельной переделки и 10 патронов к нему. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За покушение за незаконность сбыта оружия и боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 8 июля в 18.00 на городской эстраде состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню Семьи, Любви и Верности. В этот день для дисногорцев выступят творческие коллективы из Беларуси и городского центра «Досуга». Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnateretv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова